1090 монеток и за орка мне дают, ребятки за орка мне дают, ого сколько много денег мне дают за орка, ого сколько больше 1000 монеток мне дают за орка, ребятки мы здесь можем просто охотиться на одних орков с помощью моих ребят, с помощью моих стикменов и все ребятки и на это можно сказать все, мы заработаем много-много денег и построим себе нереально крутую базу. Всем привет, ребята! Меня зовут Алиандр и добро пожаловать в Роблекс! Добро пожаловать в игрушку Army Control Simulator в Роблексе! Самый новый симулятор в Роблексе! Самый новый, самый клёвый симулятор в Роблексе! Сегодня мы с вами поиграем в эту игрушку и сегодня я вам расскажу про 7 последних кодов, которые смогут помочь вам прокачаться в этой игрушке. Если вы их не введёте, вам будет немножечко сложно прокачиваться, но если вы их введёте, всё будет замечательно и вы очень-очень быстренько вкачаетесь. Ну так вот, друзья мои, этих 7 последних кодиков, они на данный момент уже все работают, я себе их все поводил. Я вам скажу чуть-чуточку попозже, пока что сделаем небольшой обзорчик. Итак, есть у нас здесь вот база, сюда вот я уже подошёл, встал на серединку и у меня получается активировалась моя база. Когда я буду заходить на серединку, я буду разгружаться, вот все мои деревяшки будут уходить и мой нубик, мой стикмен будет их разгружать и получается я за них буду получать деньги дополнительные. Вот здесь вот мы с вами свою базу и будем расстраивать нереально крутую базу. В самом начале мне даётся рюкзачок на 50 деревяшек, он намного меньше, чем этот рюкзачок, этот я получил за кодик и получается нужно бегать сюда вот разгружаться очень-очень часто. А после того, как я введу кодик, вернее я его ввёл, я получил вот такой вот крутой рюкзачок. Ну и конечно же, ребятки, у меня есть такая вот волшебная палочка, эти вот волшебные палочки, я буду атаковать деревяшки, деревяшки будут падать и из-за них я буду получать дерево, которое я смогу обменять на золото. Также у меня есть один работник мой, один мой стикмен, который уже, как вы видите, в броне. Эту броньку я тоже получил за кодик. На самом этапе, когда у него не было ещё броньки, он был очень-очень ранимый и ему наносили очень много урона, а когда ему броньку эту одел, он стал немножко посильнее. Поэтому сегодня вы, друзья мои, узнаете, что это за кодик и сможете приодеть своего стикмена, которого, я уверен, у вас уже он должен быть. Ну и конечно же, друзья мои, тут у нас есть 4 магазинчика, вот они 4 магазинчика, здесь мы с вами сейчас пойдём и посмотрим, что же мы сможем здесь покупать. Здесь мы с вами будем покупать мечи для наших стикменов, вот такие вот крутые мечи есть. Этот за 100 монеток у нас наносит 2,7 единиц урона, этот за 500 монеток 8,20 единиц урона, за 2025,70 единиц урона. Ого, друзья мои, посмотрите, какие крутые мечи у нас есть. Ничего себе, смотрите, катана у нас стоит 820 тысяч золотых и урон у неё 4000 на 1000, ого, это очень много. Ничегошеньки себе, а последний у нас меч, смотрите, какой он стоит, правда, 1,8 миллиона, но с 720 до 200,5 тысяч урона он будет наносить. То есть наши маленькие стикмены будут наносить намного больше урона, намного будут они больше наносить и быстрее будут собирать наши деревяшки. Сейчас он наносит где-то приблизительно 7-4-7 урона, вот 8 деревяшек он мне даёт, а я чуть-чуть поменьше наношу своей волшебной палочкой. Давайте зайдём во второй магазинчик, посмотрим, что у нас здесь вот есть. А здесь у нас есть бронька для наших с вами нубиков, вот такую вот броньку я уже одел, по-моему, для своего нубика. И здесь вот ещё 3 броньки есть, но они очень дорогие, одна 1000 стоит, другая стоит 10 тысяч и третья стоит аж 100 тысяч золотых. Ого, это очень круто, но пока что я себе такую броньку покупать не буду, куплю её немножечко попозже. Дальше, в следующем магазине мы можем отдельно купить себе своего стикмена, здесь пока что мечник за 1000, за 2000 у него чуть-чуть посильнее будет мечник, трубс. И здесь вот у нас уже пошли бараки, наши домики для наших воинов. Самый первый барак это для мечников, он у нас стоит 12,5 тысяч золотых. Потом у нас пошёл уже после обновления, это барак для лучников, он стоит 58,700 тысяч золотых. И последний у нас это будут волшебники, пока что их ещё не ввели, они будут совсем скоро. Вот такие вот у нас вот тут ещё дополнительные с вами воины будут. Ого, а здесь у нас что? А здесь у нас уже наши рюкзачки, друзья мои, вместительностью 50, это вот самый первый, он у нас в самом-самом начале был. Но так как я вам говорю, я себе ввел кодики, получил себе за 300 единиц вместительностью. И давайте посмотрим, сколько он стоит. Вот такой вот рюкзачок я себе получил, но я его уже просто имею, у меня не отображается его стоимость. Ну где-то тысячи, наверное, он стоит 3, может 2. Вот такой вот рюкзачок вы получите абсолютно бесплатно, когда введёте кодик, который я вам, ребятки, скажу. Я вам скажу последних 7 кодиков, и с помощью этих кодиков вы существенно себе прокачаетесь. И не нужно вам будет долго разбивать, фармить, зарабатывать вот эти вот монетки, чтобы поддить своего стикмана, и чтобы он вам наносил немножечко больше урона. Как я уже вам сказал, я себе своему стикману немножечко передал оружие, вернее не оружие, а броньку. И теперь он стал немножечко в броньке. Видите, тут ещё разные тоже стикманы бегают, они тоже имеют броньку. Ну так вот, друзья мои, чтобы получить ещё дополнительных стикманов, мне нужно насобирать 12 тысяч золотых, и сегодня мы попробуем с вами это всё сделать. Но для начала я пойду и дам своему первому стикману, который у меня пока что наносит не сильно много урона, крутой меч. И с помощью этого меча, я, кстати, тоже его выбил с помощью кодика, он будет мне побольше наносить урончика, и я смогу много-много деревяшек насобирать, и потом за эти деревяшки купить себе ещё один барак со своими воинами, со своими стикманами, для того, чтобы вот здесь вот находились мои ещё дополнительные стикманы. Вот вы видите, да, тут вот кто-то купил ещё 3 барака дополнительных с мечниками, и ещё один барак купил он уже для лучника, тут он уже ему даже лук приобрёл. Ну так вот, друзья мои, давайте мы сейчас с вами зайдём вот сюда, вот в наше окошечко, и вот здесь вот, друзья мои, всё есть. Здесь вот у меня была броня, которую я уже отдал своему стикману, вот она здесь находится, это самая первая бронька, и теперь я могу дать ему ещё меч, для того, чтобы он наносил урона побольше. Есть у меня здесь 3 меча, один у меня очень много урона наносит, вот он 105 единиц урона, этот наносит 70, этот наносит плюс 7. То есть, если я сейчас ему дам вот такой вот крутой меч, железный меч, да, он просто будет нереально сильным, мой стикман, и будет, я надеюсь, намного больше наносить урона, чем пустыми ручками. Вот, ребятки, когда вы введёте эти кодики, которые я вам дал, то вы увидите, какой у вас сразу станет сильный стикман, сколько денежек вы заработаете, кстати, дополнительные вам денежки ещё докапнут, и вы сможете очень быстренько это всё собирать, очень быстренько всё фармить. Давайте мы попробуем с вами, вы видели, что я 300 единиц деревяшки, очень долго собирал, и то я их не смог дособирать. Давайте мы попробуем с помощью наших стикману, посмотрим, сколько он будет наносить нам урончик. Наш маленький стикман, давайте вот пока что тебя. Смотрите, он за один раз уничтожает практически всё, вот все деревяшки он уничтожает за один раз наш стикман. Ого, ого, какой он сильный. Теперь я могу даже всех нападать, например, вот на тебя, на коровку, я смогу напасть, и наш стикман просто за два удара её выносит, и 50 единиц золота я уже имею. Представляете, какой у меня крутой меч. Смотрите, здесь какой большой бык, большой красный бык, и наш стикман с ним сражается. Ну, давай, стикман, давай, мы в тебя верим. Ёлки-палки, ребятки, вы видели, как мой стикман завалил этого огромного-огромного быка? Коровку он за три ударчика наносит, а быка он уносит за четыре ударчика, либо за три. Ого, ничегошеньки себе, смотрите. Раз, два, ого, три, четыре. Ну, это, наверное, большой очень бык, и он его нанёс только за четыре, либо за пять урона. Ну, вот у него дополнительный ещё есть возможность нанести урон, если мой стикман погибнет, скорее всего, что он просто-напросто потом возродится. Ребят, я теперь все деревяшки могу просто на изи это всё выносить, и всё. А ну, давайте мы попробуем с фермером, или с домиками. Смотрите, как он по бырику это всё наносит. Ого, я здесь дополнительные какие-то бонусы себе, ребят, получил. А что это у нас тут такое? И что я здесь ещё получил? Давайте посмотрим быстренько. Нет, здесь не бронька, ничего. Что-то мне дали, но пока что я не знаю, что это. Возможно, оно со временем покажется. Пока что мне ничегошеньки нету. Зато мой стикман просто на изи это всё выносит. Ребят, если вы введёте кодик, вы просто на изи будете все бараки выносить, и сможете насобирать этих 12 тысяч буквально за несколько секундочек, за несколько минуточек. Посмотрите, как он с фермером сражается. Ну, конечно же, фермер очень сильный, пока что он его не может побить, поэтому мой стикман просто будет выносить сейчас домики фермерские. И будем сейчас мы охотиться с вами, например, на свинок всяких. А ну, за сколько удара? За два удара свинку. Это ещё плюс 20 единиц золота. Это очень много, друзья. Это действительно очень много. Сейчас мой стикман обратно должен будет здесь вот появиться. Он возрождается, когда его уничтожают. И, наверное, будет помогать мне ещё уничтожать. Так, почему ты не оделся, стикман мой маленький? Есть у тебя меч. Давайте мы пойдём. Да, у него есть меч. Вот он дальше продолжает. Все деревья просто с одного раза он выносит. Можно вот такие вот всякие бараки пока что выносить за один раз и зарабатывать дополнительные денежки. Друзья мои, после того, как вы введёте эти кодики, вы получите очень крутое оружие для своего стикмана. И этот стикман будет просто-напросто выносить всё на своём пути. Он никого не будет бояться и будет много-много денежек вам приносить. Давайте посмотрим, за сколько он, например, какого-то лизунчика уничтожит. А ну давай, уничтожай. За один урон. А сколько мне с него денежек капать? Итак, 574. И теперь 582. Ну, приблизительно по 8 монеток. По 8 золотых это тоже как бы нормально на начальном этапе. А здесь вот мы с вами уничтожаем. Смотрите, я уничтожил, получается, фермерский домик. И сразу же у меня 300 единиц дерева капнуло. Это просто круто. Ребят, после того, как вы введёте кодики, у вас появится очень много дополнительных оружий. И вы сможете приобрести ещё одного стикмана. Допустим, дадите ему эти вот оружия и будете фармить намного больше. Вы заработаете намного больше денежек. Тем более, мой стикман уже 5 левела. Он уже прокачался. И с помощью вот этого меча он сейчас будет очень быстренько прокачиваться. Ребятки, вот эти вот кодики вам очень и очень помогут. Ну, давайте я вам периодически их буду давать. Значит, у нас будут всплывать окна с кодиками. Вы их сможете ввести себе. Смело их вводите, друзья мои. Здесь их нужно вводить вот здесь. Вот, кто не знает, вот все кодики, которые всплывают на таком фиолетовом фоне, просто-напросто вот сюда вводите и нажимаете сабмит. То есть, принять. И всё, друзья мои. И у вас будут кодики. У вас будут дополнительные всякие оружия побросает вам. Дополнительная бронька вам бросится. И дополнительные денежки. И с помощью этого всего вы сможете себе построить нереально крутую базу снубиков. Давайте мы попробуем ещё с кем-нибудь сразиться. Давайте мы попробуем ещё разочек ту вот деревушку разбомбить. Домик этот разбомбить своим стикманом. У него просто очень классное оружие. И интересно просто, сколько дерева я буду иметь. Давайте мы посмотрим 166. Сколько я вообще буду с вот этого вот быка красного иметь. Денежек 166, 216. Ну неплохо, ребятки. Неплохо. Очень даже неплохо. Больше 100 монеток мне капать. А ну с фермерского домика. С фермерского домика. Ого, мой стикман уже разрушает другие фермерские домики. А ну с этого сколько мне деревяшек впадет? Ого, 20 деревяшек. Ёлки, друзья мои. Мне домики намного проще. Нужно намного больше. Я денег буду с них иметь. И намного больше дерева. То есть, здесь вот как бы можно деревья уже не разрушать, а просто разрушать домики. После того, как я их поразрушаю. Ого, ещё один меч я себе получил. Ого, у меня ещё один меч есть. Я, наверное, теперь своим стикманам еще смогу мечи одни дать, еще какие-то другие левые мечи. Тут у нас, оказывается, выпадают еще всякие разные мечи крутые, и эти вот с помощью этих вот мечей мы намного быстрее вкачаемся, друзья. Это просто круть, просто нереально круто. Чтобы пройти в следующую локацию, мне нужно 5 стикманов набрать, я думаю, что я их скоро наберу. Тем более, что я очень быстро фармлюсь, очень быстро я забираю эти вот денежки, которые мне здесь понадобились. Все, друзья мои, я уже набрал 300 деревяшек, обратно идем мы с вами разгружаться, а вы, надеюсь, продолжаете вводить эти кодики, которые я вам даю. Это самые последние кодики, и с помощью как раз-таки этих вот кодиков вы апнитесь, ну, просто очень и очень быстро. Итак, пока мой стикман разгружается, я себе могу, знаете, что пойти сделать? Я себе могу пойти купить еще, допустим, одного стикмана, и он будет намного быстрее мне приносить денежек, и намного быстрее я буду разгружаться. Но есть один такой недостаток. После того, как вы перезагрузите игру, у вас стикман пропадет. То есть вам нужно обязательно покупать бараки, и тогда ваши стикманы уже не будут пропадать. Так как здесь вот один барак у меня только есть, если я выйду с этой игры, то мой стикман второй пропадет. То есть это не совсем удобно. Но зато, друзья мои, если у меня будет два стикмана, то я буду зарабатывать намного быстрее и намного больше. Давайте мы сейчас пойдем с вами еще одного своего стикмана купим, еще одного мечника себе возьмем пока что, а потом в дальнейшем, возможно, мы себе эту армию улучшим. Посмотрите, какие вот у человечка, много-много человечков, да, у игрока какого-то. Я такую себе тоже армию крутую хочу. Не туда зашел. Вот здесь вот у нас покупаются стикманы. Давайте мы их себе приобретем. Вот такой вот стикман у нас стоит тысячу монеток. Такой вот стикман у нас стоит 20 тысяч монеток. Такой вот барак у нас с вместительностью 2 стикмана, 2 трупса. У нас стоит 12,5 тысяч. Я вот хочу купить себе пока что вот такой вот барак. Потом куплю себе, возможно, барак с лучниками. Но для начала мне нужно все-таки насобирать таких простых стикманов. Давайте мы купим, попробуем с вами одного стикмана купить. Интересно, можем мы сейчас купить еще и второго стикмана. Да, можем, наверное, мы себе еще одного стикмана купить. И куплю я тогда себе еще одного стикмана, друзья. А нет, не могу, друзья. Все-то навсего только троих стикманов могу себе купить. Ну, ничегошеньки, хорошо. Давайте эти мои три стикмана будут наносить уроны. Так как я дал одному мечнику, самому первому своему стикману, меч, вот этот вот сильный, очень сильный, получается. С помощью этого меча теперь они все будут очень быстренько развиваться и очень быстренько будут собирать, фармить вот эти вот деревяшки, не просто за один раз это все будут уничтожать, мне просто-напросто нужно будет показывать им, что уничтожать, а здесь вот я буду уничтожать только домики в основном, и на этих вот домиках буду просто нереально быстро прокачиваться, ребятки, вот она, вот оно, друзья, что нам нужно делать? Смотрите, быка, сейчас они все его просто уничтожили, налетели на коровку, уничтожили ее, налетели на быка, и я зарабатываю деньги ну просто очень быстро, нереально быстро, мне просто одних коровок можно уничтожать и одних быков, да, и я просто буду нереально много денег собирать с них, фармить, елки-палки, очень много денег, с быком мне практически по 100 монеты капает. Если у меня есть три вот таких вот крутых стикмена Мне особо и разрушать ничего не нужно Просто нужно выносить быков Тем более все мои три стикмена, которые у меня сейчас есть Они и улучшены уже У них и бронька есть, и очень крутое оружие есть И они будут теперь просто нереально крутые И смогут мне приносить много-много денежек Друзья, все, что мне нужно здесь сделать И там нужно как-нибудь попытаться набрать еще побольше стикменов Хотя бы пять штучек Тогда я смогу пойти в другой мир Вот в следующий мир мне нужно пять трупцев набрать То есть это пять стикменов еще дополнительных Для того, чтобы в него пойти Но чтобы они у меня сохранились, эти вот стикмены Мне нужно как раз-таки купить бараков И бараки у нас стоят 12,5 тысяч Это самый первый И я попытаюсь сегодня открыть и купить именно вот такой вот барак Либо чуть-чуть, может даже получше барак Посмотрим, сколько вообще у меня денежек здесь будет Видите, я и намного быстрее уже и разгружаюсь Я намного быстрее фармлю И все это благодаря, ребятки, кодикам Которые вы, я надеюсь, тоже вводили Эти кодики дадут вам преимущество Перед начинающими игроками И вы сможете просто нереально быстро это все фармить Как вы понимаете, здесь у нас в нашем армии контрл симулейтер Тут основная Вот смотрите, я уже нафармил 300 деревяшек, представляете? Просто нереально быстренько зашел и нафармил Здесь у нас основная наша цель Это вкачать наши воины в наши войска Так как у меня только три воина есть Только всего-то навсего три мечника есть Но они очень круто прокачаны Видите, у них и бронька есть, и оружие у них есть И здесь вот у меня три стикмена загружаются То есть здесь я больше не могу пока что стикмены вкачать Все, что мне нужно сделать, это просто покупать дополнительные Другие вот такие вот бараки И тогда мне можно будет еще дополнительных каких-нибудь стикменов себе Покупать и развивать свою армию Она у меня будет намного-намного больше Ну и эта армия у меня очень большая Просто нереально большая Я просто очень быстро набираю деревяшек Просто нереально быстро И конечно же я еще и вот например с одного быка имею В среднем где-то около 100 монеток падает Когда мои воины нападают И просто-напросто уничтожают этих быков Я сейчас просто на одних быках смогу насобирать 12 тысяч 12 с половиной тысяч И пойти себе и приобрести еще один барак С остальными своими стикменами Дам я им тоже оружие У меня тоже есть, как вы уже знаете После того, как я кодик вел Дополнительные вот такое вот еще у меня оружие есть Вот такое вот крутое оружие Оно чуть-чуть похуже, чем то, которое у моих первых стикменов Но все равно тоже очень и очень неплохое И после того, как я его дам другому своему бараку Вооружу их всех, да У меня появится много-много крутых стикменов Много-много крутых воинов И как раз-таки эти вот воины будут развиваться И будут больше мне денежек приносить Здесь вот у меня получается Смогу пройти во второй мир Если насобираю около пяти Ну не около, а больше пяти своих стикменов Но это еще пока что не сейчас Давайте мы сейчас на коробках с вами и на быках Попробуем набить этих 12 с половиной тысяч И все-таки тогда насобираем мы на еще один наш барак Давай коробку мы попробуем все-таки пока что побить Вот тут у нас еще одна коробка есть Давай еще нам денежки Так, с этой вот коробки у меня падает приблизительно 20 единиц Конечно, лучше всего это быки Они дают намного больше денежек Конечно, не так, как коробки Коробки чуть-чуть поменьше дают Но быков сложно еще и найти Оказывается, вот эти быки Один еще бык Давайте уничтожаем этого быка Я пока что могу своей волшебной палочкой фармить только денежки То есть я не могу на быков нападать И не могу я разбивать деревянные сооружения Ну вот зато я могу, например, быстренько собирать деревяшки Собирать полностью себе рюкзачок И идти потом разгружаться С помощью вот таких вот моих стикменов С помощью моей волшебной палочки Мне уже скоро, совсем скоро понадобится новый рюкзачок С вместительностью больше, чем 300 единиц деревяшек Потому что этих вот 300 единиц у меня собираются Ой, подождите, я не разгрузился Я не успел разгрузиться Они очень быстро собираются Давайте мы все-таки разгрузимся Давайте мои маленькие стикмены разгружайтесь Выгружайтесь Так, вот два стикмена практически разгрузили Мой рюкзачок Все, они уже разгрузились У меня уже тут все пусто 4000 есть Друзья, еще приблизительно 8000 И я смогу себе приобрести крутой еще один барак Друзья, а вот так вот, чтобы нафармить одного Чтобы купить один барак Не вводя кодики, которые я вам говорил Это нужно намного-намного больше времени тратить А так как вы будете вводить эти вот кодики Смотрите, как вы быстренько сможете свою базу развить и построить У вас будет просто нереально крутая база Нужно все, что сделать Это просто-напросто вводить кодик Подавать своим маленьким стикманам какое-то крутое вооружение Купить себе еще дополнительных 3 стикмена Так как влазит, в принципе, в один барак Всего-то навсего 3 стикмена И все Вот давайте посмотрим, как они с фермером будут сражаться Вот мои стикмены даже с фермера Фермера могут побить 370 единиц у меня есть А ну давайте посмотрим, сколько за фермера дают 370 Ого, ничего себе 600 монеток дают за фермера Ничегошеньки себе, ребятки Да мы сейчас с вами на одних фермерах это все поуничтожаем Давайте вот обратно мы этого фермера Не-не-не, фермера Давайте вот на фермера нападайте Нападайте на фермера Мои стикмены нападают на этого фермера На этого плохого-плохого фермера Итак, 600 единиц я буду опять иметь? Да, ребятки, я практически опять имею 600 единиц Все, что нужно сделать, это просто нападать на фермеров, выносить этих фермеров моими стикменами и зарабатывать эти вот денежки. Ребятки, с помощью этих вот стикменов, с помощью вот этих вот фермеров, я сейчас просто нереально быстро все это нафармлю, насобираю себе много-много денежек. Здесь вот от фермеров их хуже всего сливать, тяжелее всего, но больше всего денежек они мне дают. Так, давайте вот еще последнего сейчас фермера, пойдем, наверное, разгрузимся мы уже. Или можно даже не разгружаться, потому что здесь особо мне деревяшек-то не нужно собирать. Просто-напросто нужно вот этих вот фермеров выносить, которые тут есть и все. Ребятки, и все на этом. Вот, давайте выносим вот этого фермера еще одного. Ого, тут кто-то к нам еще подошел. Одного моего стикмена походу вынесли, да? Ладно, давайте вот попробуем хоть кого-нибудь уничтожить. Давайте еще чуть-чуточку, еще чуть-чуточку и вот этого последнего. Так, давайте мы уже, наверное, разгрузимся. У меня получается минус один стикмен мой, вот он уже подошел, но все равно долго он разгружается, очень долго. Так, ладненько, разгрузимся и заодно и восстановим себе сейчас всех стикменов. После того, как ваш стикмен сливается, вы его можете взять в своем бараке. Он будет вас автоматически восстанавливаться. Вот видите, у меня не было одного стикмена, у меня было только два. Но вот он обратно восстановился. Давайте, пока не разгрузится, мы сейчас с вами обратно пойдем охотиться на фермеров. И смотрите, как быстренько я уже насобирал денежки. То есть, друзья, после того, как вы вводите кодик, после того, как вы сделаете свои стикмены нереально крутыми, вам не нужно фармить, вот как просто начинающие игроки, они фармят деревяшки. Вам не нужно это фармить, потому что вы будете фармить очень много и очень долго, и не сможете насобирать себе столько денег, сколько хотите. Все, что нужно делать, это просто вот улучшайте своих стикменов и нападайте на фермеров. И все. И вы заработаете эти 12,5 тысяч очень-очень быстренько. Сможете купить себе еще дополнительных стикменов, и тогда сможете пойти себе во вторую локацию. Туда пускай только с пятью человечками, а вы сможете уже пойти, так как у вас будет еще дополнительные человечки, после того, как вы их всех сможете себе забрать. Итак, давайте дополнительно мои воины, дополнительно мои мечники уничтожайте стикмена. Так, они уничтожили. Давайте мы сейчас попробуем еще одного стикмена. Они тут, правда, еще и свинюшек поуничтожали, но свинюшек нам не нужно. Нам нужно вот этого самого главного стикмена уничтожить. Я показал, что им нужно на кого нападать, и все, они нападают. Ребятки, я уже практически купил себе... Не-не-не, домик мне нужен. Мне нужно вот этого стикмена уничтожить. Я сейчас пойду разгружусь и смогу себе приобрести еще одну, еще один барак и еще, наверное, парочку стикманов. Так, давайте мы это доуничтожим, еще вот тут пошли фермеры, давайте еще некоторых фермеров тоже немножечко мы побьем. У меня тут, правда, два стикмина уже осталось, сейчас третий подойдет, да, он сейчас подойдет, у меня уже 12,5 тысяч есть. Я просто хочу себе еще чуть-чуть побольше набрать для того, чтобы сразу же купить потом себе двоих или троих новых стикманов, вооружить их и пойти в последнюю локацию. Все, идем разгружаться, 15 тысяч у меня уже есть, еще 300 деревяшек у меня есть, я разгружу полностью свой рюкзачок и пойду еще один барак себе приобрету. Давайте, мои стикманы, разгружайте меня, сейчас они да разгружают и все, ребятки, можно будет пойти в следующую последнюю локацию, там где нужно 5 стикманов иметь, у меня есть только 3. Итак, беги, 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 давай быстрее беги, что-то он медленно бежует. Я хочу побыстрее добежать и дойти до последней локации, до второй локации, там нужно 5 фруксов. Это означает, что нам нужно 5 воинов, ребятки, этих воинов мы можем приобрести себе после того, как купим еще один барак. Итак, покупаем еще один барак, вот он у нас стоит 12,5 тысяч и еще и 3 стикмана мы себе можем приобрести, да, или мне нужно его установить, этот барак. Нет, он у меня уже автоматически установлен, теперь я смогу себе купить как раз таки еще 3 стикманов. Итак, мы сейчас их с вами купим, вот один, так, сейчас будет у нас второй и сейчас будет у нас третий. Ребятки, у меня уже 6 воинов есть, у меня и 6 маленьких воинов, 6 стикманов, видите, вот у меня мои улучшенные воины, вот они, да, у них есть уже бронька и у них есть просто нереально крутые мечи, они очень хорошо прокачаны. А вот такие вот самые первые нубики, у них еще нету ни оружия, нету ни броньки, ничегошеньки, поэтому сейчас я им хотя бы какое-нибудь оружие дам, для того, чтобы они очень быстренько, так сказать, развивались. Итак, смотрим, тут у меня 3 стикмана и тут у меня 3 стикмана, а где мы еще 3, а вот они все, 6 стикманов у меня уже есть, давайте мы теперь попробуем дать оружие вот такое, у меня тут еще оружие подбросили, но это плохие ружья, вот такие вот, 7 плохое, у меня их уже аж 3, вот такое вот более-менее нормальное, но оно у меня, друзья, только одно. Ребятки, посмотрите, какие крутые у меня нубики, у меня есть целая армия нубиков, теперь я смогу путешествовать, наверное, а ну давайте мы сможем с помощью портала прям переноситься в, нет, не могу пока, что с помощью портала я переноситься, его нужно покупать, но покупать я его не буду, просто сейчас мы с вами дойдем до второй локации, вот она у меня подсвечивается уже зелененькой, и теперь в этой вот второй локации я буду прокачиваться, буду зарабатывать много денежек и куплю себе, возможно, в следующей серии крутого лучника, крутого арчера. Друзья мои, если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте мне лайкусик, ну конечно же подписывайтесь на канал, кто не подписан, вот у нас еще одна локация, и в этой вот второй локации мы с вами теперь сможем добывать. У нас получается, смотрите, какие крутые деревья, их очень непросто срубить, но у нас есть уже аж 6 человечков, давайте посмотрим, сколько с него падает с этого одного дерева, сколько с него падает, тут у нас еще и зомбаки оказывается есть, и с него падает 450 единиц дерева, елки и моталки. Друзья, я их просто уничтожил на изи, а ну давайте посмотрим, а это орки, а ну за сколько я смогу орков уничтожить и сколько денег мне дадут за орков, у меня есть 1090 монеток и за орков не дают, ребятки за орков не дают, ого сколько много денег мне дают за орка, ого сколько больше 1000 монеток мне дают за орка. Ребятки, мы здесь можем просто охотиться на одних орков, с помощью моих ребят, с помощью моих стикменов, и все, ребятки, и на это можно сказать все, мы заработаем много-много денег и построим себе нереально крутую базу с своими воинами, своими дубиками, посмотрите, какие они крутые, просто нереально крутые, правда тут сейчас один, наверное, переродится, да, один пошел перерождаться, но сейчас он все равно ко мне подойдет, а здесь я продолжаю с орками воевать. Ребят, я сейчас очень быстренько нафармлю и совсем скоро смогу себе приобрести лучника, который будет мне наносить еще больше урона и моя армия только будет разрастаться и будет очень и очень большой. Ребятки, ну что же, на этом я тогда буду свой ролик заканчивать, я надеюсь, что он был вам полезен и интересен, я вам сегодня сказал много крутых кодиков, которые вам помогут прокачаться и сегодня вместе с вами мы очень хорошо себе отстроили свою крутую базу и создали армию нубиков. С вами был, ребятки, Алиандр, не забывайте подписываться на мой канал и нажимайте на колокольчик, если вам этот ролик понравился, поставьте мне, пожалуйста, лайкусик. А на этом пока все, до скорого, ребята, увидимся!